Сегодня мы гуляем по Невскому проспекту и планируем посетить Строгановский дворец. Это филиал Русского музея. Это огромная полпа просто на весь Невский проспект. Все связаны с музеем. Я думаю, сегодня мы пойдем. Мы идем, идем. Очередь умеет заканчивать. Она прямо на весь Невский проспект для музея. Вот стоит эта огромная очередь. Смотрите, какие красивые украшения. Лепнина. Во всем дворец очень красивый. Такого розового цвета. А это магазин у Красного моста. Что-то вроде Тюма. Смотрите, какие красивые ворота. Как они украшены. Вверху. И арка тоже очень красивая. Нужно всегда смотреть вверх в Петербурге, а не только в Подлинге. И вот мы гуляли-гуляли и вышли на Дворцовую площадь. Александринская колонна стоит в центре под тяжестью собственного веса. Это уже, конечно, все знают, но почему бы не сказать об этом еще раз. А это Зимний дворец. Одно из зданий Эрмитажа. Самой большой коллекции произведений искусства. А что, знаете, что самое интересное, что Александрская колонна тоже считается экспонатом Эрмитажа. На дворцовую площадку стоит новогодняя елочка. Смотрите, какая красавица. Давайте подойдем к ней поближе. Вот такая вот красота. Такие вот украшения, игрушки. Новогоднее волшебство все еще в городе. Это Певческий мост. Один из самых широких в Петербурге. Есть еще синий. Вот такие вот украшения еще остались. На нем елочки с зимних праздников, новогодних. Они вообще стоят по всей речке, но плохо их видно, к сожалению. А еще вот тут просто потрясающая ажурная решетка. Какая вот. Хочу показать такую вещь. Когда вы идете по подворотне, можете видеть двери. Они не всегда, конечно, будут вот такие красивые. Но, в общем-то, вот на этих местах, за этими дверями, раньше жили дворники. Это были обычные дворницкие. Интересные какие-то балконы. Еще я таких не видела. Конец! Продолжение следует...